всем здравия сегодня у нас 10 июня вот за все это время второй день жара был еще один жаркий день до этого дня 4 назад 31 градус тени было вчера буквально еще позавчера подтапливали на ночь печку так как 6 9 градусов холодно но вот огород я в этом году не посадил грядки были картошка в другом огороде теплица тоже пустая у меня хотел себе местечко он там в тенечке найти от баней что-то машка уже летает решил разбирать в кочегарке там прохладненько приготовил уже пишет надо закрепить тут хорошо прохладно приготовился и местечко рабочие и так сегодняшнее видео будет не о погоде конечно разборе очередном вот жертвы очередные приготовленные две кнопки кнопка на пускатель кнопка на вперед-назад тоже со стопом и два автомата совдеповские но автоматы не сильно громадные такого скажем среднего размера стандартные даже можно сказать они были маленькие вот такой динамо генератор автомобильный почему разбираю потому что забит вот здесь конец на якоре хотя можно было бы конечно поменять там у меня есть чем поменять но дело в том что надеюсь вам будет видно вот так вот сейчас правильно все вот эти старые генераторы сейчас пойдут в разбор потому как они всего лишь 40 амперные этих ампер сейчас современном автомобиле никуда не хватает это скорее всего такие стояли на старых газонах зеллах где из электрооборудования были фары да повороты грубо говоря три лампочки на современных тачках к эти генераторы конечно у меня он инжектор на семерка сороковник стояла и он не вывозил включишь печку включишь обогрева зимой и все аккумулятор идет в разряд он не вывозит дохлый поэтому продавать их тоже бессмысленно даже не выставляют это еще без щеток уже куда-то я снял видите использовал старые времена что-то делал вот у меня на увазике тоже стоял старый двигатель и там тоже такой же простенький был генератор ну вот сейчас все это дело разбираем смотрим чему с них добудем но тут уже я не первый раз автомата разбираю контакты большинстве случаев серебряные силовые кнопки посмотрим чё ну и здесь обмотка вот корпус алюминиевый статор приглядим медяшка вот копится помаленьку вот видите мешочек у меня уже но это мешочек тут вот так вот разбирался сколько килограмм 5 наверно уже есть полный мешок как бы из-под муки большой там уже набранные еще большом ведре куча лежит медь я пока не сдаю прикоплю потом чухом и все сдам металл тоже пока не получается сдать вот в этом году всего один раз на 500 рублей на пробу на 600 ливер сдал но там у них была реорганизация током ничего не принимали по 9 рублей металл сдала что-то по 30 рублей дюральку ну совсем не выгодно короче ну ладно от болтовни переходим к делу буду разбирать и показывать устройство как всегда с чего состоит тоже кнопка автомат динамо в разобранном виде и потом будем смотреть что там есть них ценного стоит с ними возиться или не стоит но все приступаю так итак смотрим кнопочный выключатель таком был прикручен две кнопочки у нас покупал ну вот они идентичная конструкция цветной металл есть это латунь или бронза короче контакты не представляет никакой ценности они медные поэтому сейчас разберем посмотрим сколько здесь латуни граммульки конечно чермет я вешать не буду выкидываем вот так ничего посмотрим сколько у нас этого выключателя возьмем колоночку приходится отключать youtube дает нарушение авторских прав так вот выключатель разобрал я вот получилось цвет мета бронзы с медными контактами и всего того у нас друзья вышла у кого как видите грамм 13 где-то одно деление 5 грамм вот около 15 грамм ну 14 грамм где-то на маленьких ниши в общем целесообразности разбору говорить не буду я просто разбираю показываю но конечно если время жалко то возиться с этим не стоит сразу в чермет так как видим цветника мало ладно беремся за следующий вот этот выключатель трехкнопочный пускаем его в разбор смотрим так вот у нас трехкнопочный переключатель сейчас вот такая картина вот такое устройство кнопка тут включала так нас интересует контактная группа вот я разобрал один это все тоже латунь вот контактик мы видим вот я его вижу что медный он но друзья увидите или нет передаст камера вот он резкости нет но с тоненьким слоем напыления серебра но вот этот вот мелкий который работает с ним вот этот он видно что весь серебряный вот вот это серебро вот это медяха с тонким напылением сверху но уже все что то все что то тут уже присутствует серебришка как бы таким возиться стоит у меня уже целая кастрюля наверное вот этого добра я пока здесь давать не буду потом рассортирую увезу там один товарищ не помню как у него канал он собирает короче эти деталь ушки всякие серебрушки там крем очки и отправляет в питер посылкой человек с ним рассчитывается вот но я возможно осуществую переезд и пока здесь у себя за байкаль издавать круче не буду соберу их увезу место много не займут ну вот этот уже выключатель поинтереснее конечно ну ладно сейчас я его раскидываю взвешиваем сколько латунки тут откидываем вот эти серебро содержащие контакты отдельно и это вот с этим заморачиваться даже не буду тут серебра видно он тонко тонко напыление чудовищ на количество короче его пустим все чисто этот в латун чисто пустим все ну ладно так вот такая кучечка контактов из-за сада ошибся я на маленькие вот эти контактики они тоже я думал они серебряные черта с два все посеребренно и поскреб вот они ножки видно медная и вот на этих короче друзья медяшки это все видно блестит медная ну все равно что посмотрим что у нас у граммулик то но здесь побольше так 10 20 грамм ну вот так по граммам набирается но целесообразности судите сами еще раз говорю я просто разбираю показываю устройство но все равно я думаю цветняк все равно интересно разбирать плюс чермету маленько выход но правда с них он мусора больше вот ведро чермет накидал он сколько мусора пластикового эбонита корпуса ну и тут все равно так на скребется помаленьку потом все вместе с этой разборки свежую взвешиваю ну ладно вот такое устройство я соберу блин без веревочки тоже плохо сфокусировался вот такая конструкция у нас автомата крышки здесь ничего нету сразу мусора и вот так вот видим здесь контакты вот эти у нас медные куда прикручивалась шинки медные вот эти а контакты вот здесь должны быть вот они должны быть серебряные но не всегда вязать тоже с года выпуска бывает что и медные чисто попадаются и сами вот эти либо латунные крепления вот там провода шиночки подходят тоже медные мы немножко меди будет но самое главное у нас конечно смотрим какие контакты серебро она гораздо дороже меди вот это вот блестит похоже на медь но это не медь вот такая кучка получилось но сейчас надо отделить тут контакты серебряные конкретно вот один отвалился но это горелочка не да они и так отскочат эти серебро техническое такие контакты вот и вот такие сейчас мой болгарочка вот это срежем железяки отделим чтобы не мешались и вот вот у не столько было вот здесь гнезда крепились вроде бы немного сейчас отделим закинемся в кучку посмотрим на латуньки вот уже видно сколько то снять надо потом все в кучу померяем вот это тяжеленько грамм 50 будет наверно качаются долго весы по более даже 70 грамм так что грамма наберем ну сейчас с этими разберусь и взвешиваем медь но не будем забывать что она у нас серебром так сейчас болгарочку маленькую возьмем три секунды отделим все это дело отделил я это контакт на контактной группе медяшки были вот эти железы к основании так и вот получилось у нас здесь почти 100 грамм до 100 грамм меди но не забываем что сколько-то грамм есть потянут контактики серебряные мы их потом отделим сейчас которая медь у нас без контактов мы сразу бросим мешок который с контактами мы уберем в стороночку и потом разделим потому что принимают и с медью контакты но чисто серебро она будет дороже лучше мы немножко потрудимся время нам это позволяет и потом чистую продукцию сдадим ну вот сейчас берем вот этот автомат так вот у нас значит с одного от того автомата получилось 100 грамм меди серебра пока не понятно сколько ну пусть будет грамм 10 серебра и 70 грамм было все дюральки его 70 грамм в латунке было так столько цветного металла ну и железо немножко грамму ли но это но автоматы выгодно разбирать автоматах еще взять час берем вот этот разбор пускаем так вот раздербанил второй автомат ну как видим конструкцию у них идентичная сейчас я тут все подкрутил вытряхнемся вытащим эти железки посмотрим сколько в этом цвет мета и какие контакты но контакты 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 друзья вот в этом походу медные вот если вам видно их плоские так 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 но сейчас я их поскребу а то целиком отправим их посмотрим основание красные но вот некоторые с серебром некоторые с медью какой год у этого автомата крышку то я выбрался одну там у меня не было 40 ампер ничего не написано вот когда кризис видать начался медный еще при ссср потому что автоматы эти ссср ски ну ладно сейчас разберем посмотрим вот такой паук получился с этого автомата по магнитил короче у нас что получается это железо это тоже железо вот это вот это вот луженая медь но куда тут все на припайке поэтому мы заморачиваться не будем просто бокорезами все это по вкусе и нижние контакты оказались серебряные вот верхней их видно я поцарапал вот эти вот три сейчас покажу поближе твердочка вот эти вот медяха контакте вот они вот они вот они отвертки теку них это медная вот это серебро но уже неплохо сейчас разберемся эту конструкцию железо выкинем медь отдельно взвешиваем посмотрим что получилось в этом автомате меди побогаче но также плюс серебришка маленько потом будет хотя три контакта медные но это шевельнул в общем устаканится станет 150 грамм вот уже побольше 160 грамм против 100 в том автомате и того же 260 грамм но и серебро вот один взлетел контактик вот такой вот он есть у нас гаечка эти гайка ключ на 11 на 10 но теперь за динамку беремся медь потом ну вот можно сейчас сразу медь взвешивать сколько получилось ну вот 100 грамм было и 100 260 260 грамм меди ну чё если по 300 по 500 рублей принимает у нас 350 и то ничего побольше бы таких автоматов разбирал бы да разбирал бы себе заработок был бы вот еще маленькой латуни граммульки но сейчас вот этот самый жирный по меди конечно мы сейчас раскидаем его посмотрим так разобрал динамику молотка под рукой не было взял топор тут рядом стоял надо пересаживать его вот смотрим такая конструкция него была вот статор вот мост диодный вот глядим в классическом понимании диодов нету это что-то еще тут типа как они же раньше называли то варисторы что ли в общем значит крышечку да посмотрел вот вам показываю резкость его короче генератор 250 p1 гос 38 40 9 месяц 78 год сделано в сссср нету такой страны уже да это меня было 18 лет когда эту динамку выпустили вот стука меди здесь но надо отжечь потому что так и вытаскивать очень неловко отожгаем это сейчас разберем вот это пойдет диральку а вот эту штуку с якорем вот видите он какой сборный он на прессованный как-то мне приходилось такое чудо разбирать катушка вот она внутри спрятана здесь медяха покажу вот она намотана вот она вот она на чем-то намотана вот здесь катушка и распрессовывать все это хозяйство себе дороже подшипник тоже не нужен хотя он вроде в неплохом состоянии в общем я сейчас попробовал постучать и убить его чтобы эту крышку взять на стол положил отбивает руку он меня надо тиски хорошо лупасить потом выпрессовывать вот эту втулку в общем я из-за этого грамма алюминия заморачиваться не буду и вот эту часть мы просто отправимся в металл сколько она весит килограмм безмена нету гирьки вон там у меня ладно ну килограмма три наверное она весит где-то это найти надо гирьки ложить весы у меня килограммовая это это нам не важно все равно чермет так-то кто настырный конечно вот здесь это здесь проволока меди немного в общем трудозатраты будут не свои измеримые я помню что я пытался такой но я его разобрал в итоге отжег потом калашматил и это он развалился на две половинки вот на этим напрессованные здесь и до добыл я эту катушку но еще раз повторяю что сейчас я этого делать не буду вот это я потом отожгу вот смазка солидольчик не знаю перебирали его или нет но уже затвердел он но еще друзья семьдесят восьмого года пытается что-то это еще не совсем в серу превратился еще пытается смазывать довольно говорят все некачественно делали он смотрите эти размазывается варятся из конца везде все было плохо не все было плохо но и не все было хорошо бросаем сюда вот это отправляем тоже вот сюда я найду безмены померяем пусть он там все но вас эти повозим сейчас вот этот выпрямительный мост мы с этими чудо варисторами вот их три штуки 1 2 3 каждого свое это сейчас мы отправим их тоже в дюральку а это потом вообще кучу котел у меня там якорек еще лежит и не спеша время будет разберем а это дюраль ну так сейчас до разберу и на этом практически сегодня все что-то я подзатянулся возиться с этим хозяйством вот вот эта штучка пока царапал оказалось это с диодного моста типа тоже латунька вон на излом какая-то вот я и пошкреб поблескивать смотрите знак качеством сейчас покажу какой бы к сожалению рядом с этим отверстием его не видно пятиконечный как у ромб и не ромб вот он не фокусируется что-то тень еще свет здесь да не фокусируется на знак качества вот эти штуки дюралевые но болтики я сбил по эпоксидную эту основу короче удирали они не пойдут потому что вот болты я думал они может приклеены но он прямо оттуда выходит вот эти штуки играли роль диодов не говорю еще раз не знаю как их правильно назвать возможно варистор какой-то так вот выпрямляли они вот это мы сюда бросаем еще не магнитится у нас вот это наводжиг сколько тут меди будьте не знаю но думаю грамм 150 не больше может чуть побольше потом отожгется вот эта штука дюралева на пол килограмм наверно потянет стрелочка сейчас покажу надо 480 грамм 480 грамм ну вот хотел взвешивать сколько металла вот тут еще маленькой с той разборки осталось вытряхнуть посмотреть куда-то забирал нормально разобралась это не отожжено было из холодильника ну вот я думаю тут килограмм но это правда все со старых запасов идет у меня сейчас наверное уже такие вещи тоже все давно созданы металл ошибка не найти ну вот потом это отожгу и потихоньку разберу вот это кстати обмотка на отожженной хорошо вытаскивается вот эти перегородочки они сгорают не вытаскивать их проволока становится мягкая и она с гнездышек выпрыгивает с пазов как очень наш быстро разбирается ну вот ну вот на этом все вот такой был разбор заработали немножко денег на этом всем пока спасибо кто смотрел все много цветного металла кто этим занимается черного тоже все сгодится у нас сейчас все дело идет всем здоровья самое главное до свидания